Здравствуйте! Специальное интервью на телеканале ОТВ. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача по детству Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте! Здравствуйте! Нина Павловна, очень много в соцсетях проходит сейчас голосований, обсуждений по вопросу появления на базе Одинцовской детской поликлиники, так называемой Бережливой поликлиники. Что это за структура, как она работает и все ли так, как пишут и говорят родители? Или все-таки есть небольшие перекосы? Бережливая поликлиника – это программа Минздрава Московской области, а Московская область подчиняется федеральному Минздраву. То есть это федеральная программа, по которой сейчас будут работать все крупные поликлиники Российской Федерации. Одинцовская ЦРБ, так как в ней имеются две большие детские поликлиники, это четвертая поликлиника детское отделение и детская поликлиника, которая расположена на Говорово-10. Эти поликлиники тоже вошли в этот проект. Проект называется «Бережливая поликлиника». К чему мы стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы улучшить качество обслуживания детского населения. Я сейчас буду говорить только про детей, но в эту же программу вошло и взрослое население. Взрослое, конечно, коснулось это меньше и не так оно обсуждаемо, как обсуждают родители именно. Очень много опасений почему-то у родителей в связи с этими изменениями. То есть волнует родители, что невозможно будет записаться к тем или иным врачам, невозможно вызвать врача на дом. И вот прям какой-то клубок такой вопросов, толков. Мы самое главное, мы хотим всех успокоить. Мы только вошли в этот проект. Мы начали работать. Все новое всегда, конечно, воспринимается всегда неоднозначно. Но в любом случае поликлиника работает в штатном режиме. В штатном режиме. То есть по сути, в принципе, глобально ничего не меняется. Ничего не меняется. И сейчас, если мы когда вступали в этот проект и время ожидания врача-педиатра у нас было 3,27, то на данный момент, на сегодняшний день, а это программа обязательно рейтинг среди поликлиник всей Московской области, то сейчас детская поликлиника 1,1, четвертая поликлиника 1,7. То есть практически, придя в поликлинику, любая мама может записаться к врачу. Конечно, она может не записаться к тому врачу, которому она хочет, но с 8 до 8 часов в детской поликлинике с 8 до 3 работает дежурный врач. Не записавшись к своему доктору, которому она хочет, который является ее участковым, она может записаться к дежурному врачу или к тому врачу, у которого есть свободная ячейка. То есть это как раз-таки те родители, у которых что-то случилось экстренно, заболел ребенок, и они не были записаны на прием к своему специалисту, они могут прийти день в день, обратиться за помощью и, собственно, ее тут же получить. Тут же ее могут получить. Если раньше участковый врач-педиатр, выходя на вызов, особенно по понедельникам, количество вызовов в детской поликлинике составляет около 180-190, мы обслуживаем эти вызова именно по понедельникам. И ребенка нужно было посмотреть повторно. И они им говорили, родителям, приходите в пятницу, потому что уже все расписание было полностью забито, и записаться абсолютно было невозможно. Сейчас такого нет. Если врач идет в понедельник на вызов, запись открыта. То есть ячейки, свободные ячейки, есть на каждый день. И попасть к доктору сейчас действительно стало реально. То есть получается, несмотря на то, что педиатр из поликлиники уходит на вызов, то есть другой педиатр, который подхватывает его детей, и ни один маленький пациент не остается без внимания. То, что сейчас у нас участковые педиатры 12, вот у нас 18 врачей-педиатров в детской поликлинике, из них 12 сидят на приеме, а 6 выходят на вызова, это неправильно. Мы стремимся к тому, что мы должны создать неотложную службу, когда участковый педиатр, не теряя абсолютно своей участковости, останется на своем месте. То есть он будет вести прием не 4 часа, как это было ранее, а 6, как они сейчас ведут этот прием, а неотложная служба, которую мы должны организовать. Но у нас существует кадровый дефицит врачей, специалистов. И когда мы их организуем, неотложная помощь будет осуществлять вызов врача на дом. И тогда вот этого перекоса, которого боятся родители, о том, что они потеряют эту участковость, и которую боимся мы, как врачи-педиатры, потому что мы понимаем, что без участковости к малышам это неприемлемо. И как только мы ее... Все-таки ребенка должен вести один врач. Он уже знает анамнез, он уже знает всю историю. Ему уже не нужно с нуля объяснять, что и как происходило в жизни малыша. Мы все знаем, как он родился. Конечно, как он родился, на какой препарат ребенок может отреагировать негативно, на который позитивно. То есть это психологический контакт. И поэтому мы стремимся к тому, и делается все возможное для того, чтобы неотложную эту службу организовать. И мы ее, конечно, организуем. То есть новшество, которое сейчас благодаря этому проекту, это увеличение время приема доктора. Если мы выходим за рамки 1.1.1.5, а мы вообще должны стремиться, что время ожидания врача-педиатра станет сутки, мы будем увеличивать время приема врачей-педиатров в субботу. И сейчас у нас работает... Ну и сейчас поликлиника работает в субботу, и все могут обратиться за помощью. И если это будет необходимо, количество врачей-педиатров, то есть там будет не два педиатра, а будет три педиатра, это вот тоже цель проекта для того, чтобы все дети в Московской области не было недостатка в работе педиатров. То есть это то, что мы уже сделали. И то, что мы уже к рейтингу, к этому мы приблизились. То есть 1.1, я считаю, что это очень хорошие показатели. Это время ожидания именно записи на прием к специалисту. Конечно, на прием к своему специалисту. Но придя в поликлинику, если мама не записалась к педиатру, то, конечно, ей нужно будет посидеть у того же кабинета врача-дежурного. Поэтому мы говорим, записывайтесь. Такое, что я хочу, я пришла. Если такое желание возникло, то нужно какое-то время нужно будет подождать у этого кабинета. Запись свободна. То есть можно записаться через интернет, можно через колл-центр губернатора. То есть запись открыта, пожалуйста. Никаких проблем нет. Второе, что мы сделали, это вывели сестринские посты. Вывели мы их для того, чтобы мама, если она пришла за тем или иным направлением, она могла войти в кабинет. Мы не выводили их в коридоры, а у нас сёстры сидят в кабинетах, для того, чтобы они могли взять какую-то выписку, направление на те или иные анализы. То есть мы работаем в этом направлении для того, чтобы наполнить функционалом работу именно сестринского поста. Получается, чтобы детская поликлиника в том числе стала мобильной. Мобильной, конечно. И удобно для пациентов и для родителей, чтобы они, конечно же, не тратили много времени, не расстраивались по пустякам. Да, ребёнок не находился в поликлинике больше положенного времени, потому что это, ну, сами понимаете, это поликлиника, да, там бывают и больные, и здоровые дети. И поэтому вот этот контакт нам тоже не особо нужен. То есть вот это новшество. Третьим новшеством – это профосмотры за два часа. Когда мы должны сделать профосмотры деткам, годовалым, трёхлеткам, перед школой, мы должны их сделать за два часа, когда мама, придя в поликлинику вместе с ребёнком, она должна пройти весь перечень специалистов, которые, согласно 514 приказу, сдать общий анализ крови. Годовички должны сделать ЭКГ. И выйти уже от нас через два часа, имея это заключение. Вот первый такой опыт мы уже провели. Уложились? Да, мы уложились. И уложились даже за более короткое время. Для родителей, конечно, им очень это понравилось. Там весь смысл даже заключался в том, что… Но ведь раньше, если мне память не изменяет, профосмотры могли длиться в течение недели, двух недель. То есть сегодня проходит мама с ребёнком одного специалиста, завтра другого. На следующей неделе на исследование она записана. И это занимало какое-то время. Ну и родители как-то не спешили. Ну, будем говорить честно, им было удобно. Они подстраивали под свой график. И вот, ну, никуда не торопясь, проходили спокойно с детьми профосмотром. Вы знаете, я вот даже приведу такой пример. К нам приехал Минздрав и руководитель данного проекта в то время, когда мы их абсолютно не ждали. И проходили профосмотр двое. Это взяли вот чисто случайно двух мам, которые находились в поликлинике. И они вместе с доктором, руководителем проекта Московской области этот медосмотр начали проходить. И мама говорит, вы знаете, вот мне, например, удобно ещё завтра прийти взять крови-мочу, да, ещё сходить к одному специалисту. Но в то же время, ещё даже не участвуя в этом проекте, сейчас детская поликлиника может провести тот же профосмотр. И мне об этом говорили сёстры, когда мы вот начинали участвовать в этом проекте, да, что они стремятся к тому, чтобы детки действительно прошли этот медосмотр за один день. И мы уложились тогда в это время. Но то, что сейчас это сделали, мне, конечно, кажется, это более удобно, да, для родителей это более комфортно. Но это их всё-таки в первую очередь дисциплинирует. Конечно. И не даёт расслабляться. То есть они знают, что у них чёткое время выделено, они приходят, проходят, сдают все клинические анализы, проходят специалистов, получают на руки заключение и спокойно уже день в день отправляются с малышом домой. Конечно. Зная полную картину. Конечно. Вот сейчас, в эту субботу, 13 апреля, на базе теперь детской поликлиники. Если годовичков мы проводим на базе детского отделения, это отделение дневного стационара, там у нас проходит профосмотр годовичков до трёхлеток, мы в этом году, мы с вами уже как-то это рассказывали, что мы это делали ещё до этого, когда мы к школе, к детскому саду, мы это делали в поликлинике, когда они за день проходили всех специалистов. Сейчас это мы сделаем более организованно. Это будет в субботу. У нас пройдёт 36 человек. У нас подготовлены списки. Конечно, это большая нагрузка на педиатров. Когда они нам к этому профосмотру готовят все документы, они должны подготовить для этих трёхлеток документы для сада. Вот если у нас всё получится, мы только на старте. Если у нас получится, то при выходе из поликлиники те детки, которые захотят пойти в детский сад, у них есть путёвки для получения места в детском саду, они выйдут уже с подписанной картой. То есть им не надо будет приходить несколько раз в поликлинику. Они получат все анализы уже на руки. То есть мы готовы работать. У нас есть желание работать. И поэтому, если какие-то там предложения от родителей, мы понимаем, что всё новое всегда воспринимается негативно. Ну, вы стартовали. Стартовали успешно. Уже есть результаты. Поэтому просто желаем родителям поскорее втянуться во всю эту работу. Спасибо, Нина Павловна, за интересную беседу. Спасибо большое. Вы смотрели специнтервью на телеканале ОТВ. Увидимся в следующей программе. Спасибо. 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 Спасибо.